И снова здравствуйте! И сегодня мы хотим представить вашему вниманию Вот подошла жена моя, принесла мне такой прекрасный разнос Мы в одном из видео, которое мы снимали, это именно бараньи языки и бубенчики Мы мариновали их в кисло-сладком соусе Готовит моя жена, я сегодня представлю ее в нашем видео У нас идут съемки Мы сегодня приготовим кисло-сладкий соус на костре, в сковороде Вы это все увидите Сейчас поднесли мне продукты, с которых будем готовить Прекрасная моя жена Ее зовут Ирина Она сейчас приготовит нам кисло-сладкий соус Тут у нас еще повощница есть Прячется такая прекрасная дама Я побуду папой, пока наша мама будет готовить кисло-сладкий соус Для приготовления кисло-сладкого соуса, в принципе, особо много продуктов не надо И очень времени много занимать этот процесс не будет Главное подготовить продукты У нас это лук, который мы сейчас потрем, на крупной терке А пока нужно поставить сковородку на костер и налить немного масла И так трем луковицу на крупной терке Сковороду мы поставили прогреваться Добавляем буквально, ну, грамм 50, да, наверное, масла? Немножко, чтобы просто лук хватит Чтобы была возможность обжарить лук Пока лук будет отжариваться Также нам нужно натереть чеснок и имбирь Имбиря вот кусочек достаточно, не особо большой Ну и пару зубчиков чеснока Кто любит побольше, может добавлять побольше Все на ваш вкус На мелкой терке трем Имбирь и чеснок Растительное масло у нас прогрелось Поэтому отправляем туда жариться, обжариваться лук Лук нужно обжарить в течение минут 5 Следить за тем, чтобы он не пригорел Просто отжарился Чтобы придать остроту нашему соусу Мы порежем очень тоненькими колечками Перец горький Остроту тоже можете количеством перца регулировать Как вам захочется Отправляем сейчас перчик К нашему луку Чтобы они обжаривались вместе Кажется, хватит Остроту 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 Наш лук обжарился уже почти что до готовности Нам теперь нужно добавить сюда около 3 столовых ложек соевого соуса Следом отправляем имбирь и чеснок Далее нам следует смешать томатную пасту В данном случае с апельсиновым соком Вот я беру 2 столовые ложки томатной пасты И разбавляю апельсиновым соком У кого нет апельсинового сока Спокойно можно добавить воду Примерно стакан, чуть меньше Размешиваем В нашу томатную пасту апельсиновый сок добавляем столовую ложку крахмала И размешиваем Крахмал размешиваем с томатной пастой, апельсиновым соком до однородной консистенции И отправляем в нашу массу здесь с луком, с имбирем и с чесноком И аккуратно перемешиваем Вот уже у нас практически густой Также нам осталось добавить сок лимона Для придания кислоты нашему соусу И также сахар Выдавливаем сок одного лимона И пару-тройку ложек сахара Размешиваем И отправляем в наш соус ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш соус Практически готов Перед самым концом можно попробовать его на вкус и отрегулировать кислоту и сладость Замечательно Все было добавлено так, как надо было Так я люблю Еще раз давай попробуем И уже снимаем Чтобы он дальше не загустел Мы отправляем вот такую прекрасную косушку И будем ждать, пока приготовятся наши другие блюда Делайте Это очень вкусно Она подходит и как к рыбе К мясу Имбирь придает очень прекрасный вкус Аромат Вы как заметили Это готовится очень быстро Это очень вкусно Подписывайтесь на наш канал Оставляйте комментарии Большое спасибо То, что вы просмотрели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому